Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы приехали на улицу Ленина, 154, магазин «Модная школа». Я хочу сразу поблагодарить всех своих подписчиков, которые пришли в этот магазин и сегодня будут рассказывать свои истории. От души это было приятно послушать. Крепко вас всех обнимаю. Всем ребятам желаю хорошей учебы, чтобы в хорошей модной одежде вы обязательно получали только отличные отметки. Давайте пройдем и посмотрим на второй этаж. Здравствуйте, дорогие подписчики Юра Заровского! Сегодня мы в «Модной школе» будем делиться с вами историями, которые просто создаются в этом магазине, в этом пространстве. И я вам хочу сказать, что эти истории очень-очень трепетные, очень-очень душесчипательные. Смотрите сюжет до конца, мы с вами поделимся чуть-чуть прям историями, но на самом деле они у нас каждый день случаются, их очень много. Приглашаю вас в этот мир красивой жизни! В нашем магазине каждый день случаются какие-то интересные истории. Невероятная история приключилась у нас с Олесей и Сергеем. Эта семья заслуживает просто громких аплодисментов. Если вы сейчас смотрите этот сюжет, я вас попрошу аплодировать этим людям. Аплодируем стоя. Почему? Потому что эти замечательные люди имеют семью из семи человек, шесть девочек и один мальчик, и они все дети, которые приняты на воспитание этими людьми. Да ладно? Теперь сами говорите, я не могу! У нас обычная семья, просто она большая. И все наши дети, это дети, посланные небом. У наших детей, они особенные, у них есть несколько мам. И на данный момент мы, мама и папа, сейчас, но есть те мамы, которые их родили, и мы им тоже за это благодарны. А сейчас воспитываем мы. Ну вот так получилось. Но, тем не менее, эти богатые дети тоже, у них больше пап, чем у обычных детей, и больше мам. У них есть крестные мамы, папы. У них получается по три. Это очень здорово. У каждого ребенка три мамы, три папы. Поэтому у нас дети самые особенные, но богатые родителями. А сколько лет вы уже назад, может быть, когда вы это приняли? С 2011 года. Такое решение, с 2011 года. У нас четверо выпускников, взрослых девочек. Которые все равно с нами. Ну, они все равно с нами. Да. Ну, вот эта замечательная семья пришла в магазин, просто мимо шли. И они, когда пришли, говорят, ой, как мы хорошо зашли, потому что в нашем магазине получилось так, что благодаря тому, что у нас есть много разных акций на товары, мы смогли подобрать деткам разные варианты, юбочек, брючек и блузочек по акции со скидкой, которые у нас идёт же зелёная акция, по 350, по 550 рублей изделия. И я, когда подбирала эту одежду, я понимала, что что-то, что-то, да, что-то много, много говорят. Нам 44, 46, 48. Ты-ты-ты-ты вот так размеры. То есть, ну, как бы подряд, чуть ли не линейками. И мы разговорились, конечно, и эти люди поделились такой своей историей, очень приятной и душевной. Я хочу поблагодарить всех людей, кто приходит в наш магазин случайно, мимо идущие. Пожалуйста, я вас прошу, заходите к нам чаще, просто, видите, модная школа, и идите. Потому что здесь всегда есть душа, есть любовь, есть чувства, которые мы готовы с вами разделить. И ваша история — это самое ценное, что вообще есть как энергия, как наполнение этого магазина большими глубокими смыслами. Я вас всегда жду и приглашаю в своё пространство делать вас и себя более счастливой. Можно вставить где-то. В эту пятницу я была удостоена такой благодарности от администрации нашего города-курорта Анапы, председателя отцов города-курорта Анапы. Эта благодарность была выражена мне за поддержку семей, за поддержку в городе Анапа таких общественно значимых каких-то проектов. И в этот день, это так было знаменательно, когда я получила эту благодарность, В этот же день Олеся и Сергей пришли в магазин. И потом, когда они ушли, я думаю, Господи, спасибо тебе за то, что ты показываешь мне ещё больше ярких примеров, когда настоящие отцы, которых можно назвать отец большой буквы, в этом мире вообще существуют. И я вот свою благодарность эмоционально передаю вам за ваш дух, за вашу смелость, за вашу любовь, безусловную. К детям, конечно же, в первую очередь и вообще к жизни. Я вас очень сильно от души благодарю, что вы такие смыслы высокие передаёте нам всем. Вам спасибо за тёплый приём, было очень приятно в вашем магазине. Скажите, откуда вы? В Ханты-Мансийский автономный округ, город Нижневартовск. Вот так. Очень северный. Да, у нас крайняя точка, от нас дальше поезда не ходят. Спасибо вам, что вы такой крутой отец. Ещё одна чудесная история. В нашем магазине Мирослава второй год собирается к школе. В том году они пришли первый раз, ну так, познавательно, но набрали много нарядов, что Мирослава весь год ходила самая красивая. Она мне приехала в этом году и поделилась своим впечатлением. Вот скажи теперь сама, как тебе было в нашей одежде весь учебный год? Учитель всегда говорил, что я отличаюсь от всех моих друзей-одноклассников. Что я, когда говорили приходить в белом рубашке какой-то, то я всегда приходила, и я от всех отличалась вообще, от всей школы. Не просто в белой, а в самой красивой белой, да? А что твой классный руководитель сказал, ты мне рассказывала? Он говорил, что ему очень нравятся мои наряды, когда я прихожу, и он всегда хвалит меня. Да, и говорит, что ты где вообще одеваешься такая красивая, да? А Мирослава говорит, это я в Анапе, в модной школе так одеваюсь, да? Мирослава к нам приезжает из Красноярска. Бабушка пускай теперь сама расскажет. Она же выбирает тоже с Мирославой вещи, а еще, наверное, стирает, гладит. Вот делитесь, почему вы второй год к нам приезжаете? Вообще история очень длинная. Я у Юры Азаровского увидела репортаж, как он одевал свою дочку у вас. Я три года ждала, когда же мы пойдем в первый класс. Я вперед ее, по-моему, летела, чтобы одеть, чтобы все просмотреть. Вообще нас очень хорошо приняли, большое вам спасибо. Тут уже так и запели, и потанцевали, и поплакали. Да, и расставались они очень долго. Большое спасибо. Юра, в первую очередь, спасибо тебе. Молодец. Мы вот твои подписчики. Всегда смотрим, что где там случилось в Анапе целый год, чтобы приехать подготовленными. Ну, а за школу тебе отдельное спасибо, Лена. Тебе очень от души. Спасибо. Реклама по всему Красноярску идет. Там все, кто где работает, показывают все фотографии, все видео. Да. Мы фотоотчет тебе пришлем. Обязательно, обязательно присылайте. На концерты ходит она тоже в вашей форме, если какие-то серьезные такие концерты. Поем бывает в вашей форме. В нашей одежде, да? Да. Да? Ее даже формой не назовешь. Вот согласись, Мирослава. Пусть лаку потеряли. Учительница пришла, сказала, я знаю. Во всей школе это одна. Да, Мирослава. Сейчас мы ее найдем. Большое спасибо. Как здорово, Юра, что мы вообще каждый год с тобой эту большую работу делаем. Я всегда говорю, Юра, пожалуйста, давай, людям надо, надо знать, где хорошо, качественно одеть. Я же это делаю от души, не для того, чтобы... Все манжетики обычные, размеры. А самое главное, размеры. Вот сейчас мы, Мирославе, подобрали блузку. Мама нам сказала еще одну блузку с коротким рукавом, да, Мирослава? Эти модели блузок второй год очень популярны. Они на выпуск носятся, не заправляя. Да, юбочка на широкой кокетке, красиво, со складочками сидит. Все, блузочка поверх не заправляю, на Мирославе очень прекрасно сидит. И свободно, и комфортно. Даже глядя со спины, видно, какая достойная идет Мирослава в достойной одежде. Потому что я считаю, что достоинство видно со спины, да. И вот даже со спины наша одежда всегда выглядит достойно. Блузка с кошками у нас самая любимая. Мы сейчас покупаем вторую. Ну, вообще, конечно, у нас был целый шопинг, да, Мирослава? Мы тут выбрали новых нарядов на учебный год предостаточно. И двое брюк, и блузы. Еще мы все расширили, весь ее ассортимент. Я думаю, в этом году, но ты уже совсем там заблистаешь. Сирается все очень хорошо, гладится отлично. Если где-то что-то накрасила, нарисовала в первом классе, только до воды. Спасибо вам большое за такие теплые слова. В Красноярск я зимой приеду. Будем звонить с Мирославой в колокола, потому что она ходит при храме, да, звонить в колокола. Она мне тоже это рассказала. Вот такие чудесные люди, чудесные истории в нашем магазине. И концерты устраивает она тут в магазине тоже. Да, песни поем. Песни поем. Юра, тебе от души большое спасибо за все репортажи. Не только, конечно, наша история полна каких-то интересных событий, связанных с нашими гостями города-курорта. Но, конечно, так как магазин находится в городе-курорте Анапа, у нас, конечно, много местных школьников одевается к школе. И каждый год мы одеваем гимназию Эврика классами. И начальное звено в красивую клеточку, и, конечно, со среднего звена. И вот кто знает, тот поймет, что в гимназии Эврика каждый год с пятого класса начинаются буквы Б, Мариинские классы. Девочки получают особое воспитание такое, благородных каких-то девиц с дополнительными предметами. И вот каждый год требования Мариинских классов – это синие платья и белые фартуки. В этом году у нас платье трикотажное с белыми воротничками. Вот Ева у нас пришла это все показать с мамой Яной. Платье с трикотажной с белыми воротничками. Воротнички-манжеты отстегиваются. Фартучки у нас тоже очень красивые. Вы выбирали всем классом, да? Рассказывайте. Мы присутствовали в этом году на вручении аттестатов. Мы очень отличались от В-класса, которые не Мариинские. На самом деле выходили мальчики-кадеты, девочки-мариинки. И вот когда они все начали выходить, родители из смешанного класса сказали, как все-таки мы отличаемся от смешанного класса. Что вся такая, как вышла, интеллигенция и дети. Ну и соответственно, что хочу сказать. Вот мы из начальной школы. Вот юбки постирал, не нужно гладить. Походил ребенок, подрос. Рос очень быстро. Просто буговички перешили. Ну не заморачивались. Каждую неделю просто было легко. Постирал и сразу же одел. Практичная форма. Это юбочки наши знаменитые на запахе. Шикарные юбки. Да, ну мы от них ушли. Теперь у нас будут платья. Юбки, рубашки. Вот фартук теперь у нас добавился. Да. Фартук очень гармонично. У нас, я считаю, родители правильно подобрали из выбора всех моделей. Очень хорошо такие лямочки из плотной ткани сочетаются с воротничками. Но при этом весь фартук нежный, объемный, воздушный, не обременяющий, не давящий. И не скучный. Все смотрится и на маленьких. Да. И повыше ростом. Да, у нас сейчас группы много написали, что все очень довольны остались родители. Вот. Так что будем теперь носить. И вот посмотрим. Вот. В следующем году придем. А вы знаете, что у меня есть для вас сюрприз? У нас таким волшебным образом сегодня в магазине директор фабрики с города Новосибирска, на предприятии которого отшиваются вот эти замечательные фартуки. Константин Александрович, давайте присоединяйтесь к нам, раз вы уже зашли к нам в гости в этот знаменательный день. Ева, это человек, на производстве которого шили вам всем фартуки. И то, что они делают быстро, в срок и качественно, можно сказать благодаря целому коллективу предприятия, которое возглавляет Константин Александрович. Вот такая приятная у нас история. Спасибо большое за то, что делаете качественные и хорошие вещи, и что быстро их привозите и шьете. Быстро это мне хорошо, потому что я всегда сроки соблюдать мне очень важно. То, что девочки красивые, это да. Я была на производстве, я тебе хочу сказать, там очень хорошие люди работают, и мы им очень сильно доверяем, конечно, одевать вас именно в школе. Гимназисты для нас это отдельная история, это почетная такая гордость моя. 11 лет я одеваю гимназию Эврика, и поэтому доверие от гимназистов для меня это очень ценно и очень важно вообще. Спасибо вам, что вы выбираете всегда модную школу. Спасибо вам, что есть такая модная школа, где мы можем просто прийти и все взять. Голова наша не будет. Мне очень приятно, что наши старания, очень нравится вам наша продукция. Мы ее придумываем, вынашиваем, в конце концов рождаем даже. Да, это, кстати, новинка фартуков, разрабатывали там сотрудники, технологи. И эта новинка, можно сказать, первый раз у нас в этом году на мариинских классах. Так что это прям новиночка-новиночка, да. Я тоже смотрю, велика стоял, смотрел, что-то знакомое. Что-то приятное. Но еще на этой фабрике отшивают и клеточку синюю, тоже для гимназии, для других школ. Так что это не единственное творение, которым можно гордиться. Спасибо вам за ваш труд. Спасибо вам. Очень приятно иметь мне всегда таких надежных поставщиков, которые дают высокое качество, красивые модели, с которыми можно выходить покупателю и не бояться предложить, не краснеть, не бледнеть. Всегда стоять, смотреть на этих детей и просто любоваться, и говорить, Господи, спасибо, что эта возможность вообще есть у меня делиться от хороших, высококачественных российских производителей до конечного потребителя. И моя такая функция здесь, связующая, она для меня очень, конечно, ценна. Я всегда это делаю вот именно на таких эмоциях, когда я сознаю, что это такая некая миссия показать нашим российским детям, что наши российские производства очень хорошие, очень классные, очень качественные. Поэтому любить свою родину, свою Россию, гордиться своими предприятиями, это тоже очень немаловажно, чтобы дети росли в своей стране и ходили в своей российской одежде классных производителей. Истории продолжаются. Почему сегодня Давид у нас в магазине? Его мама Таня одевает уже седьмой год Давида у нас в магазине «Модная школа». Они местные, анапские. И мама Таня всегда приходит вот среди первых в июле и говорит, так, всё, пока всё есть на месте, давайте собираем Давида к школе. И её, конечно, отзывы, её мнения для нас очень важный аргумент, что мы правильно всё делаем, потому что у меня нет мальчиков, а мнение мам, у кого есть мальчики, для меня всегда очень ценно, потому что они носят, стирают, гладят. И мама Таня всегда говорит, что у нас нет проблем с вашими ни рубашками, ни пола, ни брюками. На Давида достаточно взять одни брюки в год, пола там парочку, там рубашечку и всё, потому что всё носится, стирается, не желтеет, ткани не деформируются, воротнички стоят, и самое главное, брюки прочные, что он с первого класса носит, и это проверено уже, что лучше, чем в модной школе нету брюк. Но мама Таня сегодня работает, а мы пригласили Давида и показываем на нём новая модель брюки палаца для мальчиков. Эти брюки, они широкие, но не такие сильно широкие, как на девочек палаца, для того, чтобы совсем не делать большой объём на мальчики. Брюки палаца для таких смелых, решительных парней, которые там могут сказать этому миру, я готов, я буду носить это в школу, я смелый, я решительный, у меня всё хорошо в жизни, да, Давид? И вот мы сегодня с Давидом эти брюки поддержали рубашкой такой, чуть больше размера, чем ему надо. Подкатили рукава, потому что вот эта ширина брюк, сам крой такой, да, такая модель, она нестандартная, да, поэтому, ну, наверх пола мы одели, нам не понравилось. Мы решили взять рубашку, более объёмно закатить рукава, и всё, и тут картиночка уже у нас получилась. Мы же тут не только одеваем деток в школу, но мы их ещё и учим, и показываем, что с чем одеть, как носить, так, чтобы у них решение готовое было уже в голове, и они уже приобретая какую-то одежду, не думали, не гадали, как они будут выглядеть, они были уверены, что они будут выглядеть замечательно. В этом году новинок на брюк очень много, в сером, синим, чёрном цветах, поэтому парни мы вас все ждём в этом году. Давай покрутимся. Мне очень нравится, это очень свежо, ново. Ну, я знаю, что парни ходят в брюках палацца в школу, я сама это видела, поэтому в этом году у нас в ассортименте появились эти брюки, не потому что я это хочу, а потому что дети, подростки. Я смотрю, на эту модель очень хорошо реагируют, им хочется их носить, поэтому знайте, брюки палаца на парней в модной школе в этом году есть. Лерочка пришла к нам в магазин два дня назад, тоже первый раз, пришла одеться к школе. Вот, Лерочка, расскажи, как вы пришли, с какой целью? Мы приехали в Анапу только недавно, мы зашли одеть моего брата к школе, потому что он только недавно, в этом году, перешел из кадетского класса в обычный. И так получилось, что в этом году я поступила в университет и не знала, где мне купить вещи для учебы. Я решила тоже померить несколько вещей из модной школы, и очень хорошо сложилось, мне понравились они. Я взяла две рубашки и вот эти штаны, вообще они на мальчиков. Это брюки палаца, которые на Давиде. То есть мы вам хотим показать, вот Давид брюки палаца и вот Лера. Это одна и та же модель мужских брюк палаца, но как прекрасно они сидят на Лерочке, как прекрасно она даже зона посадки на талии сделана. То есть наши брюки, можно сказать, универсальны. Можно и парню, и девушке одеть. И когда я пришла в магазин, и мне сотрудники рассказали, что была вот такая девушка и выбрала палаца для мальчика, а это новинка, я еще не видела, как сидят. Я такая думаю, так-так-так, надо посмотреть. Поэтому сегодня Леру пригласили, чтобы она сама рассказала, почему она их выбрала. Но я сейчас, глядя на Леру, понимаю, почему она их выбрала, потому что она просто круто в них смотрится. И я думаю, что мы эти брюки будем продавать девушкам быстрее, наверное, чем парня. И на Лерочке новинка блузок. У нас в этом году добавился хороший модельный ряд. Ду новиночек. Блузы просто загляденье, просто-просто. Мы даже сегодня все вам не сможем показать. На Лерочке сейчас блузы, которые только застежка, как на поло, вверху на три пуговицы. Все, здесь у нас просто скрытая планка, застежечки нет. Лера решила заправить, потому что красиво смотрится с этими брюками. Очень сильно модно, популярно сейчас широкие манжеты на блузах. Еще блузы не на манжетах, но с какими-то элементами красивыми, декоративными. Потому что рукав требует какого-то акцента. Здесь акцент сделан именно такими складками широкими. Он делает такой рукав как бы фонариком, но не верхний объем, а нижний объем. И смотрится это тоже очень ново, свежо, красиво и интересно. Блузы все на девочек-подростков у нас в среднем от 1800 до 2300. Рубашечки на парней у нас до 43-го взрослого ворота. Они в среднем от 1500 и взрослые рубашки до 3500. Бамбуковые рубашки очень хорошего качества тоже есть. И на малышей, и на среднее звено. Брючки на парней у нас в среднем от 2200 даже есть. И до взрослые размеры до 1400. Но в зависимости от модели, от размера, какой объем. Объемы брюк у нас в этом году до 60-го. В этом году это первый раз откроили такие большие объемы 60-го. Поэтому смело приходите со своими размерами. Мы вас всех оденем. География наших продаж, конечно, я могу сказать точно, вся Россия. И не только Россия. У нас в Беларуси Юрыны подписчики очень хотели сняться в сюжете. Но вот почему-то не откликнулись. Но вот сейчас мы поговорим сегодня о замечательной тоже истории. Евгения, Павел и Мария у нас первый раз, приехав с Челябинска в Анапу, в этом году первый раз собирались в школу. Вот пускай они сами расскажут, что им тут понравилось. Я все принимаю. Говорите. Спасибо. Гуляли мы просто по городу. И оказался муж очень внимательный. И говорит, ой, модная школа. Нам надо одевать наших детей. Зашли совершенно случайно. Вот даже вообще не знали. Мы даже не понимали, модная школа. Школа ли это или что-то еще. Зашли, нет, все здорово. Одели дочери брюки, как обычно, сарафан, куча блузок. Мария, улыбайся. Да. Но сына не было с нами. Надо было, конечно же, привезти еще и сына. Сегодня приводим сына, ну и дочь еще тоже вот. Насла себе новый очередной наряд. Ну вот самый модный ход. Вы нарядами довольны, главное, остались? Очень довольны. Что не случайно-то зашли. Мерила и мерила, померила и мерила. Говорю, вот сейчас. Любовалась и любовалась, да, Мария? Да. Тебе очень нравятся наряды наши, да? Да. У меня на днях была такая девочка в примерочной, ничего не понравилось. Я подошла, говорю, так, милая, можно я тебе сама блузки подберу? Я ей подобрала блузки с брюками. Она ушла вот такая с примерочной, выходит, улыбается. Я говорю, ну что, все понравилось? Да. Говорю, я что, первый раз не понравилось? Она говорит, ну не знаю, настроение было. А вы как-то меня вот смогли вот так вот переключить красивыми нарядами. Я правда очень сильно благодарна, что вам так нравится и откликается, и ваши глазки начинают блестеть и гореть в этих примерочных. На Марии сегодня блузка, новая моделька. Посмотрите, обратите внимание, у нее не блузочный рукав, у нее плательный рукав такой, да, моделька. Классно садится на любую фигурку. Вообще просто вот так небрежно, неловко, как будто бы вроде блузка и не блузка. Мне очень нравится эта модель, потому что она такая простая, но в этой простоте ее такая милота. Очень мило, спокойно, нежно смотрится. Она вот прям сама нежность эта блузка, я считаю. Марии с такой красотки, она очень правда идет. Юбочка у нас на Марии сегодня со складочками. Называют ее девочки-тенниски. Ну, конечно, это их название, производитель так не считает. Ну, вот девочки называют эту модель тенниской. На кокетке, на утяж, с широкими заложенными складочками. Почему девочки любят эти юбочки? Ну, конечно же, потому что им очень сильно в ней свободно, хоть теннис играет, да, Маша? Новинок очень много, поэтому за блузками к нам, девчонки, бегите. В середине августа может быть какой-то уже дефицит. На Павла мы сегодня примерили рубашечку бамбуковую, которую второй год тоже предлагаем парням и малышам с первого класса. Эта рубашка есть вообще с роста 116. До парней 39-го ворота. Рубашка очень комфортно, очень классно сидит. Павел, повернись. У нее сзади выточки, притали, она очень красиво сидит. Вот вся по спиночке. Можно ее носить на выпуск за счет такого низа, да, скроенного. Можно также заправить. Новинку вот этих брюк, первый сезон. Спиночкой повернись, пожалуйста. Вот резиночки, вставка такая в поясе, где вшиты резинки по бокам. Парни, которые, например, не любят носить ремни, прям облегчает намного жизнь, да. То есть посадка будет всегда на бедрах более плотная за счет уже вшитых этих резинок. Плюс модель в этом году. Брюки зауженные остаются популярные, их любят. Но расширение на бедра очень классно смотрится на любой рост и на любой объем. А у нас на один рост по 5-6 объемов, напоминаю. И не только высокий такой стройный парень, как Павел, в этих брюках будет хорошо смотреться. Ну и более, может, низкого роста, более большего объема парни, они тоже будут очень хорошо. Эти брюки есть и в сером, и в синим, в черном цвете. И, конечно же, выбор для парней, как и для девочек, всегда расширяем. В этом году, парни, я вас тоже особенно приглашаю. Приходите к нам, у нас новиночек для вас тоже очень много приготовлено. И я благодарю вас и привет вашему городу Челябинску. Всем челябинцам большой-большой привет. Приходите к нам, приезжайте. Теперь смотрите во все глаза, а лучше запоминайте адрес под сюжетом. Анапа, Ленина, 154, модная школа. Мы вас всех всегда ждем. Подписчики Юры Азаровского. Вот каждый раз благодарю вас за то, что вы такие добрые, отзывчивые. Приходите ко мне в магазин, в мое пространство. Благодаря тому, что Юра с вами делится искренне нашими историями. В этом году первый раз наш магазин посетили тоже подписчики Юры Азаровского. Даша и Наташа. Рассказывайте, как вы к нам попали. Ну, мы подписаны на Юру. Мы в прошлом году заказывали фотосессию у него. Ааа. Ну, вот так вот. Я не могу, честно. Вдохновились. Ладно, мы дальше сами продолжим. Даша, скажи, откуда вы приехали? Мы из ДНР, города Макеевки. Приехали отдохнуть в Анапу. И как подписчики Юры, мы смотрим его все репортажи про модную школу и про все остальное. И мы решили тоже сходить в модную школу. И прикупить одежду в школу. Нам очень понравилась модная школа. Мы прикупили одежду, брюки, купили две юбки и купили блузку и сарафан. Ааа, здорово. Тебе, главное, понравился твой выбор? Мне очень понравилось. Все, здорово. Сейчас мы на Даше показываем блузочку. Новиночка тоже. Тоже такая нежная. Прям вот если девочка любит выглядеть очень женственно, да, и нежно, то вот такие модели блуз, они очень сильно дополняют, скажем так, по характеру эту милую девочку, как Даша. Объемные рукава, они продолжают уже не первый год быть в моде. Тут такие бантики, завязочки у нас воздушные. То есть рукав такой, как облако у нас надувается от нижнего объема. Но сзади еще спинка блузки, как большое облако. Уже на всей блузке очень густые, густые, густые собранные складки прям по плечам от плечевого шва делают эту блузку невероятно объемной, воздушной и одновременно, конечно же, легкой. Которая как под брюки любимые, потому что девочки любят брюки носить, но также и под юбки хорошо такие блузы садятся. Мы весь акцент забираем на блузу, внимание своего, и там просто пододеваем какую-то юбочку. Совершенно простая юбочка сейчас на Даше, прямая, без лишних, и изящество, потому что все изящество у нас наверху. И эти юбки сейчас по акции по 350 рублей, серый, синий, черный цвет. Пожалуйста, не только красиво, но и супер выгодно. По цене галстука юбки еще есть в наличии, а также есть еще и брюки по 550 рублей, жилеты по 350. В общем, у нас тут изобилие не только новинок, но и изобилие еще красивых акций, которые делают еще более разнообразным гардероб. Даша, я благодарю тебя, что в этом году вы к нам зашли, и что вы смотрите Юра Заровского. Это правда очень-очень приятно греет. То, что вы вот так вот с такой душевной обратной связью к нам приходите через Юру на сюжеты. Спасибо тебе большое. Да, Даша с Макеевки. Сейчас я вам раскрою тайну создания модной школы. Никто, наверное, не догадывался, как же она. Но вопросом задавались, я знаю, меня спрашивали, а как же она вообще, эта модная школа откуда появилась. Вот я вам раскрываю сегодня тайну. Откуда зародилась тайна 18 лет назад, да? Ровно 11 лет в модной школе. И я уже в этом году прям говорю своим клиентам, что с модной школы можно с 1 класса по 11 одеваться, и уже в этом году у нас первые выпускники. И вот дочь моя, Мария, она в этом году закончила школу 11 класс. Но почему я говорю о создании модной школы, глядя на неё? Потому что когда Мария собралась идти в первый класс, это был 2013 год, закон о школьной форме вышел, но ни учителя, ни директора, ни родители не знали, как собрать детей в школу так, чтобы была форма. И мои идеи начали рождаться, как же так сделать, чтобы коллектив собрать воедино какие-то одинаковые элементы, какие-то галстуки, шевроны, жилеты одинаковые, но базу оставить на выбор, там чёрный, например, низ, там белый верх. И я с этой идеей, так как Марии надо было идти в школу, а я как член родительского комитета, должна была что-то создать для своих детей и ни одной дочери, а для всего коллектива, начала вот свои первые шаги к тому, чтобы создалась модная школа. Когда Мария в первый класс пошла, мама одела, я не знаю, сколько десятков школ после этого, первый год, когда этот закон вышел в 2013 году. И можно сказать, Мария со своими, так совпало со своим возрастом, 7 лет, законом о школьной форме, она меня вдохновила на то, чтобы это моё дело, моё творчество превратилось в такую большую уже длинную историю в течение 11 лет. Я на самом деле очень, конечно, сильно люблю детей. У меня три дочки. Я любила всегда шить, наряжаться сама, наряжать своих детей, собственноручно и шила, и вязала. Моё творчество здесь в магазине, именно творчество, оно и связано с тем, что я люблю. Любовь к детям, любовь к одежде, к моде, оно всё соединилось. И первый год, когда объёмная работа прошла со многими школами многих районов Краснодарского края, я открыла магазин уже в Анапе, потому что Анапский район тоже откликнулся на моё предложение. В этот год, 2013-2014 год, я одела, наверное, 80% Анапского района школ в единые элементы — серые жилеты, шевроны, галстуки. И, конечно же, открытие магазина было символично, чтобы все родители, которые одевали деток в единую форму, имели возможность круглый год иметь доступность в той форме, которую они приобрели. И благодаря моей дочери, моему вдохновению с её школьной жизни, сегодня уже в этом году модная школа празднует свои 11 лет. Спасибо тебе, родная, вообще за то, что ты родилась и за то, что ты столько энергии мне даёшь по жизни. На Марии сегодня брюки карго — это новиночка, новинки. У нас девочки, да, в школу в этом году могут пойти в брюках карго. Это так же, как мальчики в брюках палаца, очень свежо. Брюки карго у нас есть в трёх цветах — серые, синие, чёрные. Но анапские школы больше носят серые. И в этом году также новиночка — у нас есть поло для девочек. Раньше были только для мальчиков, в этом году для девочек. Есть короткий рукав короче, есть до локтя и есть длинный рукав. Это поло на девочку Марии, сейчас 44-го размера, 1700 стоит. Вообще прекрасная цена, плотность трикотажа очень высокая, как всегда. Как и на поло у мальчиков, швы эластичные. По горловине хббейка всё держит форму, прекрасно носится, стирается. С Машенькой рядом Наташа. Наташа — подруга Маши. Они вместе учились в анапской школе. Машуль с 4-го класса, да? Да, с 4-го класса в первой школе. У Наташи брюки палаца тоже серого цвета, но они трикотажные, очень мягкой посадки. Для нашей анапской зимы очень круто выручает. Мои дети всю зиму ходят в таких брюках на один носочек. И новиночка, конечно, блузочка в этом году. Это тоже новинка сезона. То, что модно и актуально широкие манжеты, я говорила. Вот эта модель блуза одна из тех, которые имеют вот эту новиночку, свежесть, скажем так, в оформлении рукава. Ну и такие поддерживающие манжет клапана на блузочке. Блузка свободная, но не сильно объёмная. Она такая, не могу сказать даже, что оверсайз. Она просто прямая, свободная блузка. В этом году у нас есть, конечно, много и оверсайза. Но вот такие более сдержанные модели, они сейчас тоже очень девочками популярны. Вообще девчата очень сильно любят сейчас просто минимализм рубашки, как у мальчика. Но это вот такое а-ля перекликание с мужской рубашкой. Но воротничок здесь остро вытянут. Видите, здесь не такой обычный воротничок, а он остро вытянут. Конец воротничка такой более острый. Всё-таки это девочковая блуза. Так что новинки, все у нас вдохновения. Тоже приходите, поделимся.